Добрый день! Долгожданный магнитный киломинус приехал ко мне и первое, что я почувствовал, самая главная эмоция, это разочарование. Это было грустно, печально, но этот этап нужно было пройти. Во-первых, перед вами коробочка. Я практически не демонстрирую почтовые коробки, в своих видео считаю это бессмысленным, но другого не было. Продавец решил сэкономить мои деньги на доставке и отправил без коробки. Я ему сделал замечание, вопрос, что да как, мои зрители не поймут. Он говорит, читай описание, там было написано. Я посмотрел и правда написано. Но я не буду называть магазин на Алиэкспресс, но он положил подставочку. Так-то магазин хороший, но вот такой нюанс есть. Не то, чтобы мне коробочка была нужна, но ее нет. Вам ее не покажу, разве что на картинке. Ну что здесь есть? Есть инструкция. Очевидно, что комплектация у киломинуса от Дианшенг небогатая. Я первый раз открываю инструкцию. Забыл, что она существует. Но здесь нарисовано киломинус-бегинерс-туториал. Метод для начинающих я, кстати, недавно выпустил, недельку назад. И здесь рассказывается, как собирать киломинус. И я его собираю не так. Кому интересно, как я собираю киломинус по методу для начинающих, в описании, если не забуду, оставлю ссылочку. По-моему, интересный метод я придумал. Дальше. Пакетик и киломинус. Вот такой вот интересный, забавный. Если на него смотреть просто так, кажется, ну, наверное, обычный цветной киломинус. Какой-то. Странный узорчик, где-то такой уже был. Но если сравнить с другими киломинусами, то становится понятно, что он сильно меньше. Киломинкс инксо. Вот такая вот разница в размере. Но значительно поменьше это сильно ощущается. Второе разочарование, которое меня постигло, это то, что механизм здесь, как у не знаю кого, у фауэрминкса. А вот он и знакомый узор. Да? Не просто так он сделан. Фауэрминкс ознаменит тем, что плохо вращается. Это киломинкс 2х2. Есть версия 6 цветов, есть версия 12 цветов. Вот это 6. Видишь, которая 12, такой же киломинкс. Печально, думаю я. Вспоминаю также мастер киломинкс от МФ-8. У кого такая же конструкция. И проблема в том, что вот эти центральные элементы вылетают. Потому что они друг об друг там цепляются как-то где-то. Ну, или просто из-за несовершенства механизма. Ну, это МФ-8. И что интересно, мы возьмем мастер киломинкс от Сэнксо. Тут, видно ли на камере, есть вот этот центр бесцветный, ну, вернее, черный. И вокруг него все вращается, и проблема полностью решена. И такой же механизм был на киломинксе от Сэнксо. Вот он, средний элемент, и все прекрасно вращается. И ровно по такому же пути пошли все остальные. Но это еще один Сэнксо. И вот еще куча киломинксов. Какой-то фанксин с тем же механизмом. Чаи неплохо, кстати, вращаются. Еще один Чаи, уже черный. И Кибибингс Мейлонг, который вроде был получше остальных. Ну вот. То есть все шли по такому пути, что вот ребра есть, и по ним все вращается и все хорошо. Но Диан Шенг говорят, а мы без них обойдемся. Сделаем поменьше, и будет у нас киломинкс, у которого этих ребер нет. Но зато есть магнит, конечно. Вместо зазубрин ребрышек, как на Кибибингсе, в Мейлонгском, без ребрышек вот этих вот, мы сделаем углубление. Такую вот круглую впадину. В принципе, это работает. Ну, работало, наверное, и без него бы. В чем проблема такого решения? Берем любой киломинкс, вращаем, и грани друг за друга не задевают. Берем такой, и вот. И все. И приехали. Часто ли вам это будет нужно? Не факт. Но такой момент есть. И вот этот замысловатый рисунок, конечно, пытался эту проблему решить, да, каким-то образом. Но решает не полностью. И об этом следует знать. Третье разочарование, которое меня постигло при знакомстве с киломинксом от Диан Шенг. Мы знаем, что есть гигаминкс, есть тераминкс. Вращаются они отлично молниеносно. Берем киломинкс, и вращается он не так. Не так, как хотелось бы. Особенно из коробочки. Ну, которой не было. Из пакетика с бумажечкой. Вращается совершенно не так. И это грустно. Начинаешь собирать. Перемешивать. И что-то там цепляется. Руки помнят размеры других киломинксов. Не совсем удобно. И все печально. Вот так вот это может делать. С непривычки. Я его несколько дней не собирал. Так что как раз сейчас будет похоже на первое впечатление. Что-то не то. Добавляешь смазки, не работает. То есть добавляешь, он крутится точно так же. И не распределяется. Таким-то образом. И возникает мысль. Своими шаловливыми ручонками. Взять отвертку и начать крутить вот эти винты. Которые отчетливо здесь видны. Но я всегда говорил и продолжаю это говорить. На днях мне также про это спрашивали. Не настраивайте головоломки раньше времени. Вот пришла головоломка, которая плохо вращается. Вот киломинкс, плохо вращается. Покрутите его. Ну добавьте смазки, если уж совсем сухой. И покрутите хотя бы сборок 100. Вращение поменяется. Бытует мнение, которого и я придерживаюсь. Что на заводе головоломки затягивают так. Ну в хороших головоломках так делают. Затягивают так, чтобы они были уже в комфортном режиме вращения. Но когда они слегка притрутся. То есть это не касается трешек, у которых там 18 степеней настройки. А тех головоломок, у которых просто вот настройка 1 винт. И спустя несколько сборок, не так много. Головоломка поменяет свое вращение. А если вы своими ручонками уже испортили. Сделали все хуже. То эффект, которого добивался производитель, не будет получен. Поэтому не настраивайте раньше времени головоломки. Которые, ну вот с винтами. То, что я покрутил. Сборок 100. 200. Разобрался, как работает смазка. Ну просто надо было побольше налить. Да получишь покрутить. И киломинкс заиграл совершенно другими красками. Привыкли руки. Лакапы, которые происходили вот из-за вот этой формы. Стали гораздо реже. Я начал собирать именно на таймер, на скорость. По скрамблам. Я сделал 1000 сборок. 1000. Ни много, ни мало. Но я их сделал. И мое среднее время упало значительно. Я не помню какое оно было. На что-то там секунд 35-40. Наверное где-то так. Сделалось 27 за 1000 сборок. Среднее из 100. Были сборки из САП-20. И я к киломинксу привык. То есть вот это вот. Оно. После какого-то количества сборок. Уже не приносит такого неудобства. Вращаем. Как-то перемешиваем. Руки сами привыкают. Из-за того, что есть магниты. Ситуации недоворотов. Они реже. Но есть и минусы у киломинкса. Из-за того, что он такой маленький. И хорошо у него все вращается. Можно заднюю грань как-нибудь. Неудобно повернуть во время алгоритма. Так как собирается быстро головоломка. Это может сильно повлиять на всю сборку. Давайте разок еще соберем. Как я уже говорил. Недавно выпускал метод для начинающих. Им можно собирать. Вполне быстро. А можно и продвинутым. Я надеюсь у меня получится выпустить. В ближайшем будущем. Например в этом году быть может. Но если не получится. Ничего страшного. Позже выпустим. Ну вот. Примерно так я собираю киломинкс. Все здесь работает из киломинкса. И он собирается. В итоге. Ну пластик такой глянцевый. Хороший. За 1000 сборок ничего не развалилось. Углы не флипнулись. Такого по моему даже невозможно сделать. К размеру я привык. Все хорошо. И я могу смело заявить. Что киломинкс от Чи. Киломинкс от Мою. Киломинкс от Сэнксо. Хоть они все и по своему прекрасные. Но они рядом не валялись с киломинксом от Дианшенга. Превосходит. Сильно. Да понятно. Если доработать киломинкс от Сэнксо. Как в какие-то старые годы на соревнованиях мы собирали киломинкс. Тимур Иманов собирал на магнитной версии. Но не только он. Многие другие. И он делал САП-20 спокойно и на этом. Да можно. Но здесь ничего делать не надо. Кроме того, что не лезть с отверткой раньше времени в киломинкс. Просто нужно хорошо пособирать. Смазать. Я применял жидкую силиконовую смазку. Но у меня еще моро осталось. Вместо нее можно брать Мою В2. И вращение стало хорошее. И это действительно лучший киломинкс. Да, ожидания были другие. Но по итогу это хорошая головоломка. Лучше которой пока нет. Это все можно отодвинуть в сторону. Он легкий. Приятный на ощупь. Приятно собирать. К нему надо лишь немножко привыкнуть. Да, решение сделать именно вот такой механизм. Оно странное. И не сразу понятное. И возможно, если бы сделали механизм другой, было бы еще лучше. Но пока они делают только нечетные модели. И на нечетных это работало неплохо. Все идеи Диан Шенга. Здесь вот четная модель. Сделали вот так. Честно, мастер киломинкс уже за него так побаиваешься. Если делать будут на основе такого же механизма. Получится ли это? Будет ли это хорошо? Ну, я его жду. И если он выйдет, то, наверное, все-таки продолжу серию обучающих видео по ДДК играм. В том числе и большим. Их часто много просят. Но без мастер киломинкса что-то не хочется. Да, я знаю, что есть немагнитные версии от других производителей. Они у меня тоже есть. Но юксинные всякие там не покупаю. Потому что немагнитные я покупать уже не хочу и не буду. А магнитные, как выйдет, конечно же, куплю. Но снимать почему-то на старом сингсо мне не хочется, хоть он и хорош. Я просто понимаю, что для того, чтобы с удовольствием покрутить несколько сотен сборок и проработать обучающее видео, нужна уже современная модель. А это будет иногда собираться. Он даже перемешанный сейчас. Никуда он не денется. Ну а версия от MF8 будет, конечно, собираться гораздо реже. Но как-нибудь, как-нибудь я и это пособираю. Да, я говорил, что 502-й анбоксинг будет про Megaminx от Dayana. Но мне показалось, что Kilobix сейчас актуальнее. И именно на нем я сделаю тысячу сборок с удовольствием. Я вполне рекомендую это головоломку. Главное, не торопитесь его настраивать раньше времени. Как, впрочем, и любую другую головоломку, где можно настроить винтами, а не чем-то другим. То есть вы повернете, а обратно уже так же не сделаете. А когда притрется головоломка, она должна получить уже какую-то свою другую степень свободы элементов и по-другому работать. Сейчас я активно тестирую Dayana Pro M. Сделал уже сборок 500. Продолжаем до 1000. Да, и видео, конечно, будет, но попроще. Дианшенг – молодцы. Решение странное, но, наверное, все-таки удачное. Это хороший киломинкс. Его можно смело брать. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok